Самарский Дмитрий Рубин Почему Дима хип-хоп музыка? Ну потому что, как бы это по-крутому не звучало, я просто вырос на этой музыке Лет, наверное, с 12-13 я уже начал слушать там Тупака Марушакур, естественно 50 Cent Я тоже, но я же не пою хип-хоп музыку Да и слава богу У тебя просто бороды нет, понимаешь? И как-то получилось, что слился с этой музыкой прям полностью вообще И мне она нравится, и я ее делаю Ну ты сейчас так активно двигаешься в этом русле, а кроме музыки ты чем-то увлекаешься? Есть еще какие-то занятия? Спорт Посмотри на тебя Может быть он просто много ест, я же не знаю Да, на самом деле много ест Ну, собственно, это дает результат Ты являешься фитнес-моделью у нас подрезан Да, я регулярно принимаю участие в различных фотосессиях для журналов, для интернет-журналов, интернет-ресурсов, всяких порталов Именно зовут обычно на тему спорта, и везде нужно показывать свой рельеф У нас есть для тебя небольшой интерактивчик под названием «Найди себя» Сейчас на экране будут появляться фотографии Тебе нужно из двух фотографий с закрытым лицом выбрать ту фотографию, где находишься ты Давай попробуем, начнем с легенького Можно нам первую фотографию на экран вывести, пожалуйста? Так, тур номер один Итак, слева или справа? Я слева Ты слева, откройте нам ее, пожалуйста, покажите правильный ответ Да, действительно, молодец, справился с первым туром Давай усложним немножечко, это было просто, согласись, да? Немножечко посложнее, вторая фотография Итак, слева или справа? Нарыли-то, слева Слева, ты уверен? Да На сто процентов Мне кажется, был какой-то подвох Покажите нам правильный ответ На самом деле ты плохо себя чувствуешь, Филипп Киркоров, а вот справа действительно ты Супер Чем-нибудь приходилось тебе жертвовать, чтобы добиваться успеха? И чтобы успевать и в музыке, и в спорте? Жертвовать всегда нужно чем-то, когда у тебя есть какая-то цель И я думаю, вот у людей медийных, у людей спортивных и таких активных Всегда страдает личная жизнь от этого То есть ты всегда делаешь выбор в пользу своего развития То есть ты, грубо говоря, ты холост, у тебя нет девушки? Это вопрос я ставлю инкогнито, но то, что холост, это да Ну то есть как бы у всех жительниц нашего города есть пока шанс А за какой цель ты интересуешься, Николай? Ну явно не для себя Не, вообще жертвовать так же приходится своим временем, потому что, например, если делать выбор, не знаю, посмотреть дома сериал какой-то, полежать на диване, я лучше выбираю пойти в тренажерный зал Или же поехать, например, на студии звукозаписи и записать новую песню Ты сказал, что нужно жертвовать, чтобы отбиваться своей цели А какая у тебя цель? Моя цель стать, наверное, самым популярным, самым узнаваемым хип-хоп-артистом России Я планирую делать, но года через два, наверное, обо мне узнают довольно все То есть эксклюзивное интервью с самым известным хип-хоп-исполнителем Может, пока не поздно, возьмем автограф, а то потом денег придется платить Да, ребят, без базара вообще Слушайте, с кем довелось работать на одной сцене? Есть какие-то имена? Вообще, мой проект Дмитрий Рубин, он существует всего год И за этот год мне довелось выступать с такими интересными артистами Не знаю, был ли у кого-то такой опыт, но я выступал на сцене филармонии с Юлей Денисовой У нас она тоже была в гостях, кстати Я знаю, да И получилось так, что она пела припев на итальянском языке Это была песня Бривида Феллина И я читал рэп на русском языке Была полная импровизация со сцены филармонии Впервые, мне кажется, в истории вселенной Там звучал рэп Круто, наверное, было Это было круто, да, и мне очень понравилось Это, наверное, самое запоминающееся выступление за последний год Наверное, где-то за кулисами нервно грыз ногти директор филармонии Первый раз в филармонии звучит рэп Ты в основном снимаешь свои клипы на тему спорта, да? Не скажу Я снимаю вообще посыл моего видео Это социум Что сейчас... о чем сейчас говорят люди? Это о спорте, о здоровье Здоровом питании И, ну, естественно, о любви То есть я стараюсь все это совмещать под гидой одной темы И подавать это под своим соусом То есть это доля провокации небольшой, думаю, видео Вы смотрели и понимаете о чем это Телезритель наш тоже сейчас смотрит твое видео на экранах Ну, да Я даже... мне довелось как-то работать с Димой на одном мероприятии Я слышал его трек, я слышал его песню Провокация там была, скажу прямо Провокация там была Ну, потому что цеплять народ нужно чем-то по-любому И, опять же, повторюсь, во многих интервью все спрашивают А такой ли ты в жизни на самом деле? То есть действительно... Такой ли ты в жизни на самом деле? Вообще, да, это ни в коем случае не образ Я действительно так думаю и вкладываю мысли прям в свое творчество по-настоящему Как думаешь, вот для достижения цели, чтобы у тебя получилось стать самым популярным, да? Радоисполнителем России Какие качества нужны? Упорство Потому что таланта недостаточно Можно быть безумно талантливым, но очень ленивым и ничего не делать То есть нужно быть неленивым? Нужно быть упортым, упертым и неупоротым Это самое главное Это самое главное А что за новый клип там у тебя вышел? Я не зомби, по-моему, называется Он еще не вышел Сейчас идет, начинается большая промо-акция к этому видео Ребята, у вас по-любому была ситуация, что вы приходите в ресторан и видите, как люди тыкаются в телефонах вместо того чтобы общаться Да мы и сами так тыкаемся Потому что это песня вот про всех, про нас И посыл я не зомби будет заключаться в том, что нужно иногда хотя бы в жизнь возвращаться И через месяц на площади Куйбышева будет большой съемочный день, куда я созываю порядка 400 человек Где будет выстраиваться надпись в виде хэштега я не зомби И с летающей камерой будет все это дело сниматься Это будет одна из локаций клипа Класс, пойдем? Да, я вас всех приглашаю и телезрителей приглашаю также Спасибо тем, что пришел, творческих успехов тебе Надеюсь, что увидимся через два года, когда ты будешь в руках держать Грэмми Да, обязательно Символ нашей программы достаточно апельсин Удачи во всех твоих творческих начинаниях Мы продолжим говорить про людей, которые добиваются своего Вот, например, российский путешественник Федор Конюхов, который совершил не одну кругосветку И мне кажется, что секрет его успеха в том, что он путешествует в одиночку Сто процентов Путешествуйте много и по России, и за рубежом Давайте посмотрим наш следующий сюжет